По фасаду у нас срок ориентировочный, это завершение конец июля, середина августа, связанное с поставками именно финальных кассет, но сомнений никаких нет, то есть здесь все будет завершено. Кровлю уже обновили, как и несущие конструкции, установили окна, сделали перегородки и стяжку. Хирургический корпус Одинцовской больницы готов более чем на 60%. Мы полностью в графике, пока мы находимся, грубо говоря, вот здесь у нас июль, это выполнение конкурса у нас, вот она июль, здесь перегородок и так далее, мы идем с большим движением. Начали в 23-м, к концу 24-го строители покинут объект. Ежедневно здесь трудятся до 130 человек и 5 единиц техники. Впрочем, возникли и сложности. У нас было выполнено проектирование, и мы закладывали теплоснабжение в вентиляции, отопление в вентиляции через горячую воду. Получаем вот теплоснабжение, потому что это, естественно, экономично. Мы получили отказ у теплосети. Причина отказа – недостаточная мощность действующей котельной. Чтобы ее увеличить, нужно реконструировать объект теплоснабжения. Нагрузку на электрические сети пересчитали, она выросла. Необходимо дополнительно, наверное, это будет субсидия или решение сюда. И вот этот вопрос нам хотелось бы ускорить по решению данного вопроса. Решение этого вопроса – дело времени. На сроках сдачи объекта не отразится. В начале следующего года хирургический корпус Одинцовской областной больницы будет готов принять пациентов. Там будет много хирургических отделений, оказывающих круглосуточную помощь экстренным пациентам практически 24 на 7. Это и сосудистая хирургия, нейрохирургия, общая хирургия, гнойная хирургия, гинекология и урология. Кроме того, в новом медучреждении внедрят современную триаж-систему. В зеленую зону приемного покоя будут доставлять тех, кто находится в удовлетворительном состоянии. В желтую – в состоянии средней тяжести, а красная предназначена для тяжелых больных. Это должно сократить время постановки диагноза и оказания необходимой помощи.